Да, брат, я тоже обольщен был вот этим Российской империи, Святая Русь, да, много лет, но потом отбросил, когда Библию стал читать, оно как-то само уходит, знаешь, когда во свете Библии рассматриваешь это все, это такое потом, меня даже, знаешь, настолько это потом, когда узнаешь, как себя вели вот эти так называемые православные цари, дворяне, когда углубляешься в это, думаешь, мне даже более коммунисты симпатичны, почему, потому что те хотя бы себя открыто врагами считали и не, как его, не мимикрировали под православие, да, а те мимикрировали и поступали хуже, чем, не знаю, безбожники лютые, самые последние. Да, Святая Русь, это миф, ее никогда не было, это нечто, вот, знаете, весь мир, он на лжи живет, вот, то есть какое-то время, это всегда временно, есть ложь короткая, есть ложь длинная, там, есть очень длинная ложь, есть ложь, там, будет, которая жить вот все человечество, да. Вот это, это, это нечто, вера в аж что-то такое, оно, ты его не можешь никак проверить, не потрогать, вот, Святая Русь, ты просто веришь, как бы представляешь, я же помню тоже, эти все, Жанна Бечевской песни, Куликово поле, жуткая победа, Куликово поле, русская земля, и ты такой представляешь, святые, там, Илья Муромец, Пересвет, Осляб, я смотрю, прямо там, какой-то мультик идет, и у меня слезы, я, ну, ты такой, как это, умереть за православную Русь, думаешь, как это хорошо. Ну, и ты прямо представляешь это все, как все такие, они святые, воины, то есть, Александр, ну, там, не в силе Бога, то есть, там враг стоит, да, там всякие, как полубесы такие, татаро-могольские игры, они такие черные, я так представлял, и тут вот русская рать, это православная, и те, они такие беснуются, убить какие-то, а мы такие, защита, не в силе Бога, а в правде, и все, такие пошли. И там полегло, там, и Пересвет, Осляба там пошли, да, они там, вот он с Челубеем встретились, они там, ну, друг друга прокололи, и оба погибли. И это все так завораживает, так, на чувства твои влияет, у меня слезы текли, я это думал, самое святое, что только есть, думаю, ну, как, если такое-то, Русь самая святая в мире, то есть, церковь, я так представлял, что все так понимают вокруг, в мире, думал. А потом я встретил мусульман, у мусульман все точно за те самые, вот, прямо, воины их нарисованы, тоже такие же, как наши православные воины, ну, там, небольшой, тоже с бородой такой, но только там у нас эти православные молитвы, а у них вот их мусульманские молитвы, и они такие тоже праведные все, абсолютно праведные. Я, я так и смотрю, они точно так же верят, у них точно такие же, как бы, такая же романтика в это, я думаю, подожди, что тут не то, это у меня, у нас правильнее, а у них-то это же мусульманское, это, ну, это ложь, на лжи основано, я же не знал, что и тут на лжи основано. То есть вера в человек, как-то он должен что-то проявлять? Вопрос ведь не в том, что вера там, а, ну, как бы, у человека есть естественная потребность в вере, у него это внутреннее. Ну, направить куда эту веру? Если на Руси за два перста, три перста друг друга убивали, люди сжигали себя, чтобы не изменить обряд, это значит, вера была у них вагон, но вера была не в то, неправильная, не туда направленная. А она не туда направленная вера, только в одном случае может быть, когда ты человек не знает Библию, потому что Библия это такой океан, Слово Божие, где ты можешь исполнить веру, то есть, как ты можешь реализовать свою веру, в чем? То есть, вера, она не может быть не реализована, она обязательно должна где-то реализоваться. Если ты читаешь Священное Писание, Слово Божие, ты реализуешь в заповедях евангельских, в Слове Божьем. Если ты не читаешь, ты реализуешь в том, что ты считаешь святым. Это что? Это в храм, богослужения, обряды всевозможные, да, два перста, три перста, вокруг, по солнцу, против солнца, и ты за это держишься, ты это и считаешь сам, ты думаешь, что твоя вера, она на этом основана-то. Да, вот и все. То есть, убрали у человека Евангелие, Библию из него, и он использует, что ему попадется. И вот вся Русь такая была, вера ли это не по Евангелию, а по обрядам. Святая война, да, 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 Святая война, вот это все вообще, это такая романтика. Человек, когда он в церковь приходит, ему там говорят, он вот это, что в церкви испытывает, да, покаяние, он вот связывает вот это с этими воинством, вот этим святым. У него это как-то в гибрид переливается, и он думает, что это нормально. Только Евангелие может это все, Библия, разделить человека. Разделить вот это, что у тебя от Бога, а что от человека, что от дьявола. А так-то как ты это определишь? Ведь чувства-то, которые ты такие благоговейные чувства испытываешь, ты не можешь их отбросить. Почему многие из сект не переходят в православие? А они как бы не могут предать те чувства, которые они получили при обращении, когда Господь их призывал, когда они покаялись. Для них это является предательством. Они знают, мы сейчас перейдем в православие, там, ничего, все, мертвые какие-то, иконы там. А мы тут все получили, обратились, если я туда перейду в православие, я не предам Господа. Вот у них у всех такие мысли. Так же у православных мыслей, они вот это все поверили в Святую Русь-то, благоговение это все ощущали. А потом думают, как это я отброшу, это я предам Господа. И вот здесь-то как раз-таки и нужен правильный выбор сделать. Слово Божие должно разрезать человека, в человеке душу, отделить от нее все. Вы очищены через Слово, Господь говорит. Очищены, оно должно очищать человека. Слова Божия нет, все, ничего не очищается. Что попало, что в человек хочет, то и верит. Вы слышали, да, Андрей Санников рассказал случай только, что у него там произошло. Он же ведет занятия уже с февраля. У себя в храме там занятия по Библии. Так вот, на прошлой неделе он написал заявление в военкомат о том, чтобы он не пойдет служить. Ну, с оружием в руках не пойдет. То есть не то, что не пойдет, а с оружием. Так вот, из военкомата, видать, пожаловались там священникам, которые там при военкомате. Те благочинному и благочинный позвонил или там написал письмо сейчас в храм, чтобы запретить ему не дать вести занятия. Пострадал, говорит, за Христа. Ну, вот так, что делаешь? Вот я хочу рассказать вкратце, что в конце февраля как-то мне... Ну, я уже окончательно решился, предложил батюшке проводить вот эти беседы по Писанию. И мы решили начать с Евангелия от Матфея. Ну, в толковании Златоуста и Феофилакта. И вот у нас проводились беседы. Где-то больше было, где-то меньше людей. И я написал заявление. Заявление потом в военкомат. Это было на прошлой седмице. И вот потом оттуда звонят. Вы меня слышите? Слышно меня? Слышно. Оттуда звонят потом. И дошло до, ну, этих, как же его, благочинного. И он, в общем, сейчас дал директиву в наш храм, чтобы запретить эти беседы. На основании того, что я вот написал заявление в наш военкомат, как вот по нашей форме, так сказать, разработанной. Ну, ничего удивительного, Андрей, брат. Это самое лучшее, что это, благодаря Богу, что это так. Они себя и проявили. Притом ничего сказать против. Там вот, если вы заявление, если заявление это прочитать, там ни один ничего не сможет сказать против. Именно так и есть. Какое имеет отношение воинская служба? Как они тебя могут убирать от занятий этих? Если ты вообще никак с ними, никак не связан. Это с государством твои отношения, а это с ними. Это и показана вся волчья суть. Там ничего, слова никакое. Церковь относится к защите, то есть убийству на войне. Церковь. Что такое церковь? Многие люди не понимают, что такое мнение церкви. В первую очередь, мнение церкви. Это каркас самое главное. Священное описание. Слово Божие. Бог сказал. Церковь – это тело Христа, а глава – Христос. Если что, то есть Христос – это Бог. У Бога есть Слово. Слово – это вечный для Его закон. Вот это, Священное Писание, Библия, 7 и 7 книг. От первой буквы, от первого слова до последнего. В начале до Аминь. Это все Слово Божие. Закон. Все. На нем все живется. Это мнение церкви. То есть, все, что там написано, есть мнение церкви. Далее. Снисходящий идет. Церковь – тело Христово. Столб и утверждение истины. Церковь издала правила. Внутри она собиралась. Это каноны церковные. Вот. Эти правила – это 7 вселенских соборов. Там правила святых отцов и поместных соборов. Но поместных соборов, вот допустим, что такое поместный собор? Вот допустим, русская церковь собралась сегодня, собор, да, вот допустим, и что-то решили там. Это называется поместный собор. А то, что она там решила, церковь, допустим, это греческая церковь, это исполнять не должна, потому что это поместный собор решил. Это наш поместный, а у них свои поместные. Для нас это не… то есть, для них это никакого значения нет. Или, допустим, сейчас Александрийский патриархат там что-то решит на поместном соборе своем. Для нас никакой разницы нет, мы не входим в этот собор. А вот именно, а в каноны входят поместные соборы, те древние, которые были на 6 и 7 вселенском соборе как бы закононизированы. То есть, собрался Вселенский собор, и они рассмотрели поместные соборы, которые были, там Карфагенский собор, там Константинопольский, и сказали, о, вот они… то есть, они вот это, вот это канонизируемо, это теперь для всех обязательно. Вот, это что такое поместные соборы внутри канонов церковных. И есть еще правила святых отцов. Это когда святые отцы, там Василий Великий, Афанасий там Александрийский, Тимофей Александрийский, они у них были… то есть, было правило, они внутри своих церкви правила определенные разработали. И вот, на Вселенских соборах эти правила представили, и Вселенские соборы подтвердили, что эти правила теперь обязательны для всех. И вот, согласно правилам, согласно канонам, и конкретно, по-моему, восьмое правило Василия Великого, человек, убивший на войне, в защитной даже, отлучается от церкви, от причастия на три года, как имеющего нечистые руки. Это прямо написано, нечистые руки. То есть, церковь оценивает, что на войне, когда человек убивает, он делает дело нечистое. Нечистое дело делается только в случае, когда человек согрешает, потому что если он нечистый, не может быть, не грех. То есть, если нечистый, значит, загрех, а если чистое, значит, не грех. Итак, мы знаем, что это мнение церкви непосредственно три года отлучения от церкви. А я вот здесь тебя перебью, извини, вот они переслали из военкомата мое заявление, а там ведь как раз вот это правило-то и есть, 13 правило Василия Великого. Тем не менее, они все равно это... Нет, это я уже сейчас объясняю не только для тебя, а вообще для других, чтобы понимали, что такое мнение церкви. Вот. Мнение церкви это не то, что... Вот есть жития святых. Вот мы, допустим, каноны рассматривали. По канонам такое отношение церкви, да. А есть практика внутри. Внутри есть жития святых, всевозможные святые отцы. Но все, что противоречит вот этим двум, священному писанию и канонам церкви, то не имеет никакой силы и не является мнением церкви. Вот что самое главное надо понять. То есть, сейчас соберется, допустим, архиерейский собор у нас, или сенот, или патриарх что-то издаст какой-то газ, но это будет противоречить мнению церкви, вот как я сказал, канонам. Это не будет иметь никакой силы. Это вообще разницы нет. Конечно, они всех убедят, что это какую-то силу имеет. Но перед Богом не иметь никакой силы, потому что столпы утверждения истины, это церковь, каноны, они решили по-другому. Они назвали это грехом. Как это названо? Нечистые руки. То есть, там открыто не названо это. Они говорят, этот, Василий Великий, он говорит, что там отцы не вменяли в грех вот это убийство на войне защитное. Не вменяли. Отцы. Не Бог не вменял, а отцы не вменяли. Вот что он сказал-то. И говорит, но будем, но все равно надо отлучить, как бы, чтобы они воздерживались от причастия, как имеющего нечистые руки. Но нечистые руки за что? За грех. И так, мы видим, что если ты убьешь на войне, у тебя нечистые руки. А если не убьешь на войне, то есть не откажешься, нету никакого наказания. Ничего нет у этого. Церковь это нормально. И мы из Жития Святых это читаем. Вот и все. То есть, если ты даже логически к этому подойдешь, что ты видишь, что мнение церкви такое. А то, что там куча есть всяких, там, Ушакова, там, Александр Невский, мы должны сразу сказать, что да, их канонизировали. Но их канонизировали, но их канонизировали это не за то, что они там убивали людей, правильно? И не за то, что они родину защищат, там, это, с оружием в руках. Не за это же канонизировали это их. Но Федора Ушакова за этого канонизировали. Ну, даже вообще никаких, чего ради его канонизировать, непонятно. Это по заказу государства, видимо. Другого объяснения нет. Ну, а, допустим, Александр Невский, его схим не принял, Алексио. И там, где не сходится с канонами и писанием, а мы знаем по Евангелию, что Господь говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Там это никакой силы не имеет. Поэтому тот вот благочинный, то, что он сказал, чтобы не вести занятия, вот это и проявилось, что он идет против мнения церкви, реальной. Церкви вселенской, тело Христова. А там, что они там нарешают между собой, никакого значения не имеют. Тело Христова так не считает. Оно согласно с тобой, что ты как написал в этом заявлении. Здесь проявилась трусость, уже начинает проявляться. То есть, мне кажется, что это идет еще вот, для нас эталоном же является модель, ну, ой, это я слова такие, иерусалимская община для нас основой, понимаете, а потом вот это вот, я не знаю, можно ли так говорить, но это слишком такая серьезная тема. То есть, слишком, я имею в виду глубокая тема для обсуждения, но византийская модель, может быть, они изначально там думали, что это может быть хорошо будет, Но из этого вышла вот эта именно спайка, эта симфония, которая проявилась в своей негативной стороны в том, что произошло отпадение от евангельского духа. И они таким образом сейчас являют, что они стали противниками учения Бога. Но это уже страх, который лишает кормушки. Трусость и корысть, вот чем больна наша церковь, как говорил этот левитель, по-моему, Краснов, да, вот, трусость и корысть, вот это в этом и проявляется. Если бы они все, вот видишь, в том-то весе дело, что они скрывают всю правду, они бы говорили, да, были войны среди православных христиан, все это, да, были и почиталось. Но вот есть и такой путь, который был всегда внутри церкви, и вот так канона говорят, они же его скрыли, этот путь-то другой. Не показывают его, ни храма никакие не названы в честь, там, допустим, Андрея Стратилата, который отказался от защиты оружием себя, и он не только же отказался от защиты себя, он и других принудил отказаться от защиты себя и близких. У него целое войско было, несколько тысяч человек, и они после того, как приняли крещение, и враг против них шел, их убить хотели, и они склонили голову свои, никто не сопротивлялся, никто не стал защищать ближнего с оружием в руках. Они все склонили, всех посекли, всех убили, все на небо отправились, все канонизированы. Мы, я так подсчитал, канонизированных тех, кто отказался защищать себя и близких своих с оружием в руках, больше, чем всех остальных, потому что вот у него несколько тысяч, допустим. Потом Анфимий Комедийский, по-моему, или Климен Танкирский, я их путаю, целая община на небо возведена, тоже не сопротивлялись. Детей всех своих под мячи подогнали. Как у них, Анфимий Комедийский? Да. Да, вот, пожалуйста, они детей своих туда даже загоняли, чтобы их убили. Это что, как сходится с тем, что вот мне придут сейчас с оружием, я что, защищать не буду? Они сами несли туда своих детей, чтобы их убили, ради Христа. Это же, почему, мы же не говорим, что так надо делать. Но почему это скрывают? Это же житья святых, это учение, это в церковь канонизировало их. Поэтому нам Господь открыл истину, мы должны радоваться, что Господь призрел, нас собрал. И мы это приняли всем своим сердцем, что именно так оно и есть. Это им для них закрыто, они бедные и жалкие. Поэтому тут ничего не сделаешь, только плакать и все. Неудивительно. Видите, кто закрыл того, что ты вел беседы? Я, кстати, не сомневался, что закроют эти беседы. У меня никаких сомнений не было. Ни кто-то там, ни какие-то военкоматчики, да, там, ну, левые люди. А именно свои же в церковнике. Да, и здесь они проявляют заботу лишь о том, чтобы их, видимо, не обвинили в чем-либо. В том, что они не следуют этой линии, там, ну, о чем не говорим. И получается, они этим самым противятся Евангелию. Вот у меня вот вопрос, а что-то, может, кто-то посоветует, что делать? Потому что ведь сказано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, я и думаю, что-то. Ну, уже сами дела твои показали? Ну, тебя же сейчас отстранят от занятий, от ведения бесед? Да, сейчас отстранили. Ну, хорошо, тебя отстранили, а ты веди занятия там, не веди уже в храме. В другом месте, может быть, договоришься, где-то на дому встречаться или еще? Да, верно, сказано, кстати, да. Потому что ты, скажи, нет, это же, ты-то никакой, ничего не сделал, у тебя ни за что. Ничего, а ты и священника пригласи туда. Скажи, вот... Я уже приглашал. Приглашал его, а он... Ну, надо Игнать Тихоновича спросить, у него посоветоваться. Вот я его вызываю. О благовестии можно рассказать? Сейчас, сейчас. Игнатий Тихонович. Что-то не слышно вас, Игнатий Тихонович. Может быть, микрофон? Или отошел, наверное. Ну, ладно. Ну, брат, будем молиться. Ты... Вот то, что мы сегодня читали-то, меня гнали, будут гнать и вас. Это же вот как раз касается тебя. То же самое. Все. Игнатий Тихонович тоже это все прошел. Это такая радость. Меня только радость вызывает это. Когда кто-то из нашей общины испытывает то, что должен испытывать к всякому христианину. Просто жалко ближних и тех, которые сейчас лишены благодаря этому общению и изучению Слова Божьего. Ну, ладно, брат, спаси Христос. Господь знает. Сколько Павла там они гнали, да, там выгоняли. Тоже они же лишались. А Бог через это все равно переворачивал, делал по-другому все. Заявление для верующих православных христиан, которые братья наши оставляют в военкоматах, направляют туда. Либо заказным письмом, либо лично привозим. Я лично привез. Зачитываю мое заявление. Поскольку я учился в университете, где была бронь от военной службы, а потом я учился в аспирантуре, то я рядовой запаса. Для тех, кто служил в армии, для них другой немножко бланк, но сильно не отличается. Основная часть одинаковая для всех. Военному комиссару такого-то района от гражданина, фамилиями отчества, город и адрес прописки ваш, и телефон контактный. Заявление. Я такой-то, такой-то, такого-то года рождения, прописан по адресу. Имею диплом о высшем образовании, такой-то, если имеете. Если нет, то специальное или какое есть. Являюсь рядовым запаса, с такого-то числа. Военный билет, номер такой-то, состою на воинском учете с такого-то числа, по такой-то. В объединенном военном комиссариате Тверского района ЦАУ города Москвы далее с такого-то числа принят на воинский учет военным комиссариатом такого-то района, такого-то города. Зачислен запас на основании статьи 52 пункт 1 ФЗ ОВОИС по категории Б. Ставлю вас в известность, что в связи с тем, что я уверовал в Бога и отныне являюсь православным христианином и членом прихода, дальше название прихода своего, самое приложение, справка номер такая-то, от такого-то числа, здесь важно сказать, что вы должны пойти в храм и у настоятеля попросить на вас справку выписать. Дальше я зачитаю то, что мне написали. Дальше ссылка на эту справку у приложения. Как верующий христианин, согласно закону Божьему, Евангелию и канонических правил русской православной церкви, я не имею права убивать людей. Выписки из Священного Писания. Евангелие от Матфея, 5 глава, 21-22 стихи. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Евангелие от Матфея, 5 глава, 38-39 стихи. Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Действующие каноны церкви. 13-е правило Василия Великого. Запролитие крови на войне отлучает на три года от причастия святых христовых тайн, как имеющего нечистые руки. 55-е правило Василия Великого. Убийца есть и тот, кто нанес смертный удар, хотя бы и не первый бил, или отомщал. То есть, в качестве мести или возмездия, тоже убийца. Присяга. Кроме того, как христианин, я не имею права приносить присягу в ее современном виде, поскольку она построена в форме клятвы, и в ней прямо присутствуют слова «клянусь», «клянусь», а Господь наш Иисус Христос прямо запрещает всякую клятву. Выписки из Священного Писания, Матфея 5, 33-37. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои, а я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, не головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Иакова 5, 12. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакую другую клятвую, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению». О том же говорят святые отцы православной церкви Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий и многие другие. В случае угрозы стране и народу не отрекаюсь от несения службы, но в форме, не противоречащей моим религиозным убеждениям. В связи с вышеизложенным свидетельствую, что в случае всеобщей мобилизации в армию я отказываюсь занимать любые военные должности, которые даже косвенно связаны с убийством людей. То есть быть стрелком, снайпером, заряжающим, корректировщиком огня и так далее. Но готов быть призванным только по гражданской специальности санитаром, подсобником и так далее. То есть исполнять службу, которую принято сейчас называть альтернативной гражданской службой, право на которую гарантируется государственными законами Российской Федерации. Согласно Конституции РФ принято 12 декабря 93 года ст. 59 пункт 3 гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несению военной службы, а также в иных установленных федеральным законам случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. А также согласно Федерального Закона о свободе совести и религиозных объединениях от 26 сентября 1997 года номер 125 ФЗ ст. 3 пункт 4 гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несению военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службы. Исходя необходимые отметки в документах и вложить данные заявления в мое личное дело с молитвой о властях и воинстве фамилия имя и отчества и подпись. И справка из храма содержит такие данные выходные данные прихода куда я хожу адрес дата когда выдано номер справки телефон контактный справка такой-то такой-то такого-то года рождения с 2016 года является прихожанином ну дальше там название прихода регулярно участвует в церковных таинствах под епитемьей не состоит посещает занятия хора принимает участие в проектах таких-то все дальше кто справку выдал его должность церковной в иерархии и подпись такая справка две с половиной страницы получается это нужно отдать если вы верующий не то что вы прикрываетесь верой на самом деле вы просто трус и боитесь умирать это тогда конечно перед богом будет лицемерие а именно если вы верующий и по своим убеждениям по вере во христа иисуса вы не желаете убивать являя тем самым послушание богу тогда вы эту справку относите военкомат в других случаях это будет лицемерие ложь трусость и еще куча всего то что вы на себя возьмете если вы не являетесь верующим в это но прикрываясь верой такие справки берете и относите в официальные учреждения важно еще сделать себе копию обязательно принести военкомат нужно две копии одну копию оставить себе и попросить их поставить печать на ней что принято число дата подпись чтобы в случае если к вам придут уже непосредственно вас забирать и если будет всеобщая мобилизация то люди призывного возраста их никто не будет спрашивать вас возьмут просто и посадят и повезут и вы не властны отказаться это уже будет статья поэтому вы должны эту бумагу иметь у себя с печатью официальные военкомата вашего с подписью датой они могут что-то отказывать там говорить что да это все не важно и прочее вот я когда сдавал предположим мне говорили так вы кто вас призовет да какая война будет это что вы смеетесь я говорю это господь видит что будет мое дело вас уведомить и точно так же здесь вы уведомили перед богом вы все власти уведомили официально и у вас бумага с собой есть на всякий случай сфотографировать ее сканировать чтобы у вас и на телефоне была и везде чтобы в любом месте где вы есть вас призвали и вы можете показать что я уже давал знать что убивать я не буду чтобы заранее люди знали с кем имеют дело и определили вас куда следует на службу а не просто так винтовку и давай иди стреляй это очень важно важный момент с богом иди стреляй